Расскажу, что я обнаружил по этой остановке, теперь дотронулся там, подымил дым, чтоб не мешать дымом, отойду, пусть дым выйдет. Я покажу богатства, которые я накопил за эти годы, искание сверхъединичной энергии. Индукторы дорогие покупал. Вот тут микроволновку можно разбирать. Но как бы тут ничего я не вижу ценного. Теперь для меня конденсатор, но теперь он мне как бы не нужен. Диод есть, высоковольтный тоже не нужен. Тут магнитрон тоже не нужен. Магнит можно вытащить, но тоже как бы не нужен. Трансформатор тоже, что с ним делать. Но тут стоит пока не знаю, что из нее ценного можно вытащить. Потом может придумаю телевизор тоже для разбирания стоит. Его можно разбирать. Мне пусть дали возможность его разбирать. Но там нужно паять, потом запаяешь. Это дым отравной. И тоже как бы не особо что-то нахожу полезного. Все как бы есть. Вот два горшка есть. Так что что там вытаскивать такое уж полезное можно. Дроссель у меня тоже полно всяких. Можно эту проволоку вытащить, которая вокруг мископота. Медная. У меня тоже есть еще одна такая. Где-то от старого телевизора лежит. Я не использую пока. Чтобы выпаивать детали нужно на балконе есть паяльники. И там выпаивать оттуда. И у нас что паял тут как-то в горле. Теперь такая засада сидит. Уже где-то несколько недель. Покажется после того как я паял. То есть теми дымами вредными. У себя попортишь здоровье. Нужно на балконе паять. Нужно на балконе паять. Вот эти ТВС и вот из старого телевизора. Таурос выпаял. Так когда из этого старого телевизора паяли. Так там столько дыма не происходит. А когда из этих современных выпаял. Очень сильно каким-то вредным дымом дымит. Там что-то начинает плавиться. Наверное это зеленое. Начинает как-то плавиться. И очень сильно дыметь начинает. Тут еще ножки многих всяких конденсаторов загнутые. И их тяжело выпаивать с резисторов. Очень сильно дымом можно ядовитым надышаться. Вот так. Все. Какой-то катушек полный все же. Вот очередной. Раз так по-быстрому смастерил опять эту катушку. Купил такую. Все на 4 мм квадратных проводом. Вот тут катушка. Пробовал ее и на пачках, испачкал. Прямо на индуктор подавал. Вот этих витков 28. Там где-то. И на выходе конденсатор был. Вот теперь опять с резонансным конденсатором. Вот нижний конец индуктора заземлен. И верхний конец градиантной катушки тоже заземлен. Ну я подумал заземлел верхний. Потому что где там у Руслана была на 2 кВт установка где с качером, у него был верхний конец заземлен. Я подумал может лучше верхний заземлел. Один человек сканировал. Там искал какие-то резонансные. Когда верхний конец заземлел, он там находил, что выше амплитуда была. вот покажете. Вот мой осциллограф его немного перемотал. Вот этими можно подстраивать. Его немного тоже самодельный ищук. Один в десяти. Вот тут вот было колечко от плюса шло на питание пушпула. И тут 100 нанфарад еще конденсатор стоит. Так вот это колечко треснуло. Каких-то бияни или чего-то. Вот тут я поставил этот радиатор а то он грелся. У меня был сгоревший тренвистор 3205. Я там крутил частоту пушпула, он там сгорел. поставил РФ640 они как-то не горят. Они на 200 вольт и более устойкие как выбросы обратной ЭДС. А радиаторы и тут поставил радиатор для стабилизатора напряжения 5 вольт. Так он заодно еще и как окран действует. Он схватывает все поле и на минус переводит. И тут тоже как окран немного защищает всю микросхему от наводок. наверное. У меня такая странная теперь с этим вот ферритом он тут без изора никакого. Когда скважина где-то выше 32 может процентов тогда когда самую низкую частоту накручиваешь начинается какой-то очень большой ток и даже срабатывает в защиту входит блок питания. Если на одном транзисторе так он в защиту не заходит но очень большой ток до 5 ампер подходит. Не знаю почему так происходит. а когда вот меньше скважинность тогда такого не происходит. Теперь 30 процентов скважинность. можно вообще-то попробовать показать этот эффект. Вот скважинность увеличим. Это я сейчас обрела. Вот теперь понижать частоту будет. Вот на потребление. Вот теперь ничего не было. Вот теперь он величью скважинность. вот когда вот этот писк он при определенной скважинности происходит либо при определенной частоте когда скважинность максимальная он так громко начинает пищать сферит О, за 5 ампер заходит. О, за 5 ампер заходит. Либо скважинность максимальную сделаю теперь при определенной частоте он появится. Я вот повышаю частоту потребление падает, падает, падает. Теперь не было. Это когда без нагрузки такое бывает. Теперь была есть нагрузка какая-то на 3 витка хоть и маленьком. Теперь вроде бы ничего такого не было. В общем скважинность меньше. Настроил на резональ. Оттуда 19 вольт. Ну тут 20 вольт. Потом после всяких дросселей там идет падение напряжения уже доходит тут до ключей где-то 19 вольт этот вот дроссель по минусу 0,75 миллиметров квадратный вот намотан на такой трансформатор это дроссель по плюсу это дроссель для трансформатора Тесла теперь включу трансформатор Тесла уберу отвертку это у меня уже уже к самому этому ферриту вот а у меня так ну вот так сделаю и это и и и и и и Там Роман Ферновухов. Там замок показывал, дотрагивался у него там еле что-то, только еле искорки были видны. Вот, а теперь без пачек. Можно сделать из пачки. Вот, чтобы у меня сделать из пачки, мне нужно этот диод вставить сюда. У меня трансформатор Тесла питается от генератора CD406. То есть, потом идет на эту схему. Тут стоит стабилизатор напряжения 8 вольт, потом два транзистора. Это комплементарная пара, которая управляет транзистором. Какой-то URF 640M. Тут антенны я покупал, кажется 55 центов стоило метр. Я один метр и купил. Вот тут вообще хватает и 2,5 миллиметров квадратных. Вот так при настройке можно растягивать антенны и подстраивать. Вот, вот этой более длинной палки, чтобы больше влияния было. Вот если... Вот она управляемым качером лучше, потому что на этом генераторе он автоматически резонанс не держит. Нужно осциллограф еще включить, чтобы посмотреть, где там пачки попадают. Я пробовал на этой катушке, на ней частота была где-то 1,4 МГц, чем по МГц, но это и 1,6 МГц. Тушки вот на этой. С пачками так слабенько. Нужно немножко подкрутить частоту, чтобы было сильнее. Вот тут поставил 0,47 микрофарад конденсатор. И частота пушкула при резонансе где-то 27 килогерта. 28. Вот там, вот с этим конденсатором еще так она немножко ниже, а так без него где-то 28 килогерц. Эдуктор 10 сантиметров, подношили 2,5 миллиметра квадратного. Вот видны такие пачки как бы. Что это происходит? Всем тут ничего нет. Хоть на остальном уголке есть. Хоть на остальном уголке и есть. Хоть на остальном уголке есть. но там уже меня не стоит Maskina� в 20 минут. Тут нужно удзаить пачку длительность пачки, но зато будет Но зато она так широко в пределах не двигается. От нее можно шире двигать по самосводе, какой-то треск появится. Я просто чистую трансформатору, если бы не было. Видно, как тут разваливаются. Продолжение следует... ... 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 Продолжение следует... 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 Вот вытащил, теперь вытащил диод с этого, теперь выключу пушку и посмотрим сколько потребляет на холостом ходу сам трансформатор Тесл, он потребляет 5 А, потому что он работает на последовательном резонансе, трансформатор Тесла, его можно включить и в параллельный резонанс и в последовательный, в зависимости насколько будет частота попадать в задержку, любую катушку которая висит прямо в воздухе, например и к ней конденсатор подключён и если питаем где-то вот тут сбоку индуктор, если по всей катушке индуктор будет, тогда её можно ввести только в параллельный резонанс, а если в боку где-то будет индуктор, а часть катушки свободна, тогда её можно и в параллельный резонанс и в последовательный ввести. Так вот, эту катушку тоже можно и в параллельный резонанс ввести и в последовательный. Вот теперь она обведена в последовательный, поэтому очень сильно потребление растёт, очень сильно выходная Выходная мощность растет, вот я покажу, какая мощность выходная. Видимо уже слишком зашкаливает по этому мощности. Так сильно ток поднялся, он даже меньше 5 ампер, когда я поднимал частоту, потому что даже выключилась защита в блоке питания. Теперь нужно вытянуть жирозетку и опять всунуть питание. Включаю. Вот теперь оно совсем мало потребляет 1 ампер, на параллельном резонансе работает, близко к параллельному. И когда я буду приближать, ток начнет вырастать. А когда я так делаю, ток подскакивает до 5 ампер. можно немного частоту повысить. А теперь он был слишком далеко от резонанса. теперь подпрыгивает ток, где-то на 500 миллиампер. вот он. Еще подкрутить можно вверх частоту. вот и руку подношу и начинает даже фитонить. Начинает ток вырастает. Тут иногда даже начинает этот конец фитонить. и фиарил свою эту изделяцию. Еще вверх подкручу чистоту. Вот потребление растет. Но когда руку не выжу, она падает. Потому что от руки уже наводкается. Вот этот провод, он сильно как бы воздействует. Нужно было бы его как-то поближе к этой красной катушке подсунуть. Вот теперь уже к самому ферриту вот такая длинная буга тянется. Я еще частоту повыше. Еще потребление. Теперь потребление 1,8 А. 5 А. Но когда я подношу отвердку и жарю потребление, то еще 5 А становится. Потому что я изношу емкость, частота понижается. она и лучше в резонанс сходит. Еще попробую повысить частоту. 2 А. Вот когда я подношу отвердку, то уже выше 2 А. Чего на таком расстоянии. Защита уже входит. 2 А. И с помощью этого надо было много. 3 А. Удиви. 3 А. 4 А. Нарезаем 2 А. 4 А. 5 А. Нарезаем. 5 А. 5 А. 10 А. Отойду, а тут пусть дым проявит. Проветривается немного. Вот этот провод надо как-то поближе, чтобы он навалит свои емкости. Понижаю частоту. А теперь 1 ампер потребления. Если настроить на параллельный резонанс, тогда потребление будет самое малое, где-то 0,5 ампер. На последовательном резонансе потребление самое большое. Тут у меня за 8 ампер заходит, что блок питания выключается в защиту. Вот тут Тесла не сильная. Даже отвертку не пробивает. Потому что работает на параллельном резонансе. Но напряжение на выходе небольшое. Катчер работает на около параллельного резонанса. В этом у него потребление небольшое. Где-то 1,5 ампер при 24 вольт. И трех нитков на перечной обмотке. 1,6 мегагерц. А вот трех нитков на перечной обмотке. Тесла можно настроить на последовательный резонанс. Что-то некоторые говорят, что Катчер, по-моему, у него не виста, так что он не отвязан от земли. Что-то... Я бы сказал, что это все ерунда. Потому что все равно минус заземляется в установке Руслана Колобухова. И поэтому, когда идет на Катчере, транзистор идет в базу. Там он через базу проходит. Он как через базу емкость проходит. На такой высокой частоте его там база емкость легко проходит. А может даже не как по емкости, а как... А еще как-то по-другому там каким-то... По переходам или как он там называется. Вот там все равно падение напряжения на базе достаточно одного вольта, чтобы транзистор открылся. Для полевого транзистора так надо там 8 вольт. Поэтому на биполярном как бы лучше... Он лучше ее опору имеет. Слышно сказать Руслана словами. На полевом транзисторе тоже там всякие емкости есть. Между затвором и истоком. Он вот через эту емкость на высокой частоте проходит почти то самое, что как по прямому проводу. Поэтому на счет этого горевать не стоит. Просто так как качи работает на параллельном резонансе и на нем нельзя очень сильно как бы напряжение сделать при пачках. Поэтому нужно просто поднять напряжение для первичной модели. Например, если на управляемой Тесле можно на 58 витков достаточно, то для качера можно сделать 100 витков, то есть 100 вольт. А для этого управляемого Теслы и 58 вольт или 50 вольт. Ну да. Как уже говорил, пробовал разные картошки. Раньше я пробовал вот такие. Вот такие. А это я показывал. Такую раньше пробовал. Я тоже это раньше говорил уже. Вот эту пробовал. Только тут этого не намотано. Было никакого. Даже духа свободной энергии я не нашел. Вот можно приблизить эту картошку к этой картошке. Провод внутрь идет, потому он очень тяжело засылается. Трется об этот провод. Вот тут некоторые говорят, что может расстояние тут какую-то важную роль играет. Может немножко что-то поменять. Вот потребление одного ТТ. Теперь посмотрим чистоту. Я еще перехвалил немного этот прибор. Он как бы чистоту показывает уже далеко от трансформатора Теслы. 1,596. Это хорошо. Зато когда мерю сим на ключах, на генераторе выход, так он от выбросов, видимо, начинает это тоже ловить. Здесь он показывает какую-то ерунду. Он неправильно чистоту начинает показывать. А вот этот все правильно. Показывает и скважинность, и чистоту правильно, когда я от самого генератора меряю чистоту Пушпула. Этот неправильно. Этот неправильно. Потому что и этот нужен, и этот нужен. Этот для Пушпула меряется. Этот для трансформатора Теслы меряется. Такой не привязан. Такой не привязан. Такой не привязан. Всяким таким он такой, по самой чувствительности сделан. Pharaoh. Показывает. 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 Когда я прогонял катушку, я параллельный индуктор упадал в меандры от транзистора, использовал этот самый генератор, который Tesla качает только на индуктор так называемый. Частота где-то была, где-то я уже записывал, вот такие частоты были, вот один 5082, я тут по несколько раз проверял. Вот такие вот, это когда концы закорочены, вот этих частот не вылазит, только 9053 кГц, тут с лампой тоже с лампой 40 ватт частоты и такие вылазят, какие и тут без лампы 1.5.93, 1.5.64 и эти 893, 871. Ну я потом там прогонял и 1.5.24 находил. В общем такой резонанс не такой уж там, такой и острый, поэтому каждый раз немножко по-разному. если вот эту катушку градиантную намотать все в одну сторону, тогда вот этих 1.5 там около мегагерц уже не будет, будет где-то 600-800 кГц. Руслан говорил в одной конференции, что он мотал, что и так и так работает эта катушка. А на поляне у него моталось вроде бы два слоя в одной, четыре в другой. Если у него работало и так, и так, и была частота и так, и так около 1.5 мегагерц, тогда получается, что тут волновой, то есть, что тут резонанс этот, вот этот 1.5 и на 6 мегагерц, он не связан с тем, что на него нужно было настраивать. Он еще говорил в одной конференции, что он настраивал там частоту кажется 1.2 мегагерца или 1.3. Он там настроил вроде бы 1.2 мегагерца и он сам удивился, что думал, что нужно будет долго настраивать еще. У него работало и на 1.2, что там кратность не была соблюдена, но все равно там сильно ничего не менялось. поэтому у меня похоже, что вот этот ЛЦ резонанс возможно не участвует. Тут вообще частота может быть любая, там хоть 1.2, хоть 1.9. Там главное, чтобы как-то все вместе, и как акула говорит, в совокупности все как-то сочеталось с выбросами пушпола. Может еще там частота и война. Тогда это все вместе создает эффект сверхъединичности. В среду? Поехали. Отлично. Ага. Ага. Смотрите продолжение в следующей части. Минус на радиатор, на сигнал. Вот туда же не надо на радиатор ставить. Я же не касаюсь, показывает 28,16 кГц. Радиатор поставил, показывает 28,15 кГц. Минус на радиатор, на сигнал. Минус на радиатор. Минус на радиатор. Минус на радиатор. Минус на радиатор.